Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия вышла из зерновой сделки и не гарантирует безопасность судоходства. Россия с сегодняшнего дня официально прекратила свое участие в так называемой «зерновой сделке». Российский МИД письменно уведомил об этом Турцию, соседнюю страну и ООН. Основанием для одностороннего выхода России из зерновой сделки стали неоднократные факты нарушения нашими партнерами встречных обязательств по снятию любых препятствий на пути поставок российского продовольствия и минеральных удобрений на внешний рынок. Российские суда по-прежнему испытывают трудности с обслуживанием грузов со стороны владельцев зерновых терминалов и хабов по перевалке удобрений в недружественных странах. МИД России накануне констатировал, что черноморская зерновая инициатива потеряла для нашей страны всяческий смысл ввиду откровенного саботажа в реализации стамбульских соглашений. Гуманитарный коридор с сегодняшнего числа официально закрыт. Россия сняла принятое ранее на себя обязательство по обеспечению его охраной и организации безопасного судоходства. Отмечу, что сразу после озвучивания указанной выше позиции российским МИДом президент соседней страны заявил, что выход России из зерновой сделки не влечет автоматического прекращения ее действия. Соседняя сторона намеревается продолжить вывоз зерна в Турцию при посредничестве ООН. Однако сегодняшний ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы поставил серьезный вопрос относительно возможности продолжения зерновой сделки без участия России. Напомню, что фермерские хозяйства, расположенные в Восточной Европе, ранее требовали от Евросоюза введения ограничений на дальнейший экспорт в ЕС дешевого зерна из соседней страны. В этих условиях для руководства соседней страны продление зерновой сделки представлялось чрезвычайно важным с экономической точки зрения. Не менее важно продление зерновой сделки и для турецкой страны. Министр сельского хозяйства Турции Вахид Киришчи в июне 2022 года заявлял о том, что турецкие сельхозпроизводители получили возможность покупать зерно в рамках сделки с 25% скидкой. Российские власти с учетом незавидного положения, в котором оказалась турецкая экономика, неоднократно шли навстречу интересам Эрдогана, который просил продлить сделку до президентских выборов. Теперь основания для продления сделки у России отпали. Эрдоган переизбрался и успел принять целый ряд сомнительных решений, заставляющих задуматься о целесообразности реализации анонсированных раннемасштабных инвестпроектов на территории Турции на российские деньги, включая строительство газовых хаб и новой атомной электростанции.